Да что же, чёрт возьми, такое происходит. И Билан на коньяке в Самаре. И Гуф, и Тибути, москвичи, которые работают бесплатно. Я просто не могу поверить, неужели Ханука пришла раньше? Сплетники, наливаем кофе, сплетни не ждут. Просыпаюсь сегодня утром, интернет просто взорван. Сидишь как бешеная собака, не знаешь, за какую кость хвататься. Мы просто обязаны продолжить вчерашнюю тему. На Википедии есть страница, которая называется List of Most Disliked YouTube Videos. Это список видео, которые собрали самое большое количество дислайков за всю историю. То есть это не по странам, это не по годам, это за всю историю существования видеохостинга. Вы просто не поверите. Из 50, номер 30, отдан Тимати и Гуфу с клипом Москва. 7 сентября по сегодня 10, за 3 дня они добрались до топ-30. И счетчик остановился на миллион 480 пальцев вниз. Это топ-30 за всю историю YouTube хостинга. За всю историю, ребят. Это прецедент для русского сегмента YouTube в принципе. Сколько же можно жарить эту курочку? Конечно, Тимати ограничил доступ к этому видео. И пошли извинения. Если ты действительно мужик, если ты публично обосрался, ну будь-то мужиком до конца и скажи, ну черт возьми, ну не любите Собянина, ну не любите Путина, ну не любите Москву, которую создали эти три последние мэры. Вы не любите. Я это все люблю. Ты не обязан быть в вечной оппозиции власти. Если ты за действующую власть, ты не должен извиняться за это. Держи удар, как мужик. Ну скажи, да плевать на ваши полтора миллиона дизлайков. Я за Собянина. Как бы этот факт не поджег задницу тем, кто поставил эти полтора миллиона дизлайков, но, по крайней мере, было бы хоть какое-то уважение, что да, у меня есть своя точка зрения, и мне плевать на ваши дизлайки. Я стою, я не сдвинусь. Нет, дорогие мои, удалено видео. Во-первых, объяснение самого Тимати. Я цитирую. Шума вышла более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме, да, в моем стиле. Нет, нет, Тимати, нет. Никогда это не было в твоем стиле. Ты та собака, которой виляет хвост. Не ты виляешь хвостом, хвост виляет тобой. Запомни это, мой дорогой. Никогда ты не был человеком, чье слово имело хоть какой-то вес, когда дело касалось каких-то серьезных моментов. Разозлить такое количество людей, это вообще надо постараться. Совсем, мне кажется, стараться не надо. Нужно сделать продажное видео, и все будет просто вот по канонам. Мне кажется, это было настолько очевидно. Клип скрыт, но все, что осталось, хоть раз засветилось в интернете, остается в интернете. Навсегда оставлю ссылку на перезалив этого видео. Просто послушайте текст. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и сейчас он в лучшей форме Москва. Причем здесь Москва? Причем твои корни московские? Причем твое отношение к Москве? Вопрос стоял в одном. Вы, ты и ГУФ утверждаете в том, что вы сделали это бесплатно, только потому, что вы решили отблагодарить Москву, куда вы приплели. И гей-парады, которые запрещают. Приплели туда и митинги. То есть, если ты гей, ходить на парады нельзя. Если ты натурал, ходить на митинги, на свои парады нельзя. И ты все это преподносишь как благо. Не то, что благо даже, а ты преподносишь это как правильное решение. То есть, неважно, ты гей, натурал. Вы, геи, свой парад не получите. Вы, натуралы, свой парад не получите. И именно вот такая мысль, которую ты очень четко, кристально чисто донес в своем тексте. Зай, вот именно за это тебя отгрузили полтора миллиона дизлайков. А оставил бы ты видео на месте, я думаю, побил бы ты рекорд из 16 миллионов и больше, получил бы ты дизлайков. В такие моменты у таких деятелей шоу-бизнеса так сильно сжимается пердак, именно по той причине, что начинаешь бояться немножко за свое будущее и за будущее тех детей, которых ты настрогал со своими топ-моделями. И в такие моменты наверняка сидишь, выдираешь волосы из своей дурной головы и думаешь, а вдруг перестану ходить и мыть машины у меня на моей мойке. А может быть перестану есть мои бургеры. А знаешь что, дорогой? А может быть и стоит тебе сделать такой, знаете, национальный флешмоб и бойкотировать твои заведения. Чтобы ты в следующий раз, тебе было неповадно. Уж если ты обосрался публично, то хотя бы держи удар как мужик. Вот тогда к тебе будет хоть уважение. Какое-то, как к мужику, а не как к флюгеру, который, как только почувствовал запах жареного, обосрался настолько жидко. Вы знаете, так жидко. Я не знаю, я не помню на моей памяти вот последние, я не знаю, годы, кто так сильно падал мордой в грязь. Вы знаете, так наотмашь, хлестко, прилюдно. Ух, стыдно. Вот знаете, стыдно. То же самое начал плести гуф в своем видео. Эти полузакрытые глаза, медленное моргание. Да блин, да хоть раз, хоть кто-нибудь вышел бы из этого рэпер-сообщества на чистый, вот с кристально чистым умом и донес свою дурную мысль. Утомляют меня люди, хронически сидящие под чем-то. Утомляют. Не могу я понять человека, который не может выйти, обратиться к публике, будучи с кристально чистой головой. Пытаешься донести свою мысль, и эту мысль нужно смотреть на промотке 2.0, потому что слишком все медленно. Конечно, ему никто ничего не заплатил. Я даже не буду ставить эти 7-минутные видео, где там можно в трех словах все объяснить. За Тимати он, конечно, не ручается. Ему самому ничего не заплатили. Я понимаю, что здесь нужно вроде бы держать хорошую мину при плохой игре, но не ту мину вы выбрали, чтобы при этой безобразной игре ее держать. Не надо продолжать врать. Это видно. Вы знаете, люди сейчас настолько злы, настолько разозлены, что ваше вранье, даже если оно является чистой правдой, но наймите вы правильного пиар-агента, чтобы он хотя бы составил тебе текст, чтобы ты сидел и зачитывал его по бумажке, а не медленно моргаясь, не зайти к нам, к черни, и объяснить, что ты там думал, и кто тебе там какие деньги не доплатил. Не верю. Вот не верю ни слова. Правильно задизлайкали. С моей точки зрения, хорошо бы бойкот объявить этим самым бургером и этим самым дурацким концертом, чтобы в следующий раз, когда делаешь такие стратегически важные решения в своей карьере, ты должен помнить, что в первую очередь ты в шоу-бизнесе, и твоя работа, за которую тебе платят деньги, это развлекать публику, а не делать политические подлизы непопулярной правящей партии. Чтобы в следующий раз каждая звезда шоу-бизнеса думала, вот насколько, вот этот вот чек, который они получат за вот этот пиар-ход для Собянина, Путина, хорошо бы задумались, а насколько реально этот самый чек может стать последним в их карьере. Вот тогда, наверное, перестанут хвататься за разовые куски, сочные и вкусные, а сконцентрироваться именно на своем творчестве. Сейчас ты смотришь такие оправдания двух взрослых лбов, и немножко прям такие, эх, мерзкое ощущение внутри, ноль уважения, ноль уважения, и, деточки, ноль уважения. Несколько дней назад, на дне города, в городе Самара, Дима Билан вышел на публику, как приглашенная звезда, как хедлайнер, то есть он был человек, который был движим этого концерта, на него люди и пришли посмотреть, вышел в совершенно невменяемом состоянии, вел себя неадекватно, ронял микрофон, стеклянными глазами смотрел в призрачную даль, что он только не делал, но только не пел. Цитата в интернете, на которую я сегодня наткнулся, сначала народ ждал, когда выйдет Дима Билан, а потом народ ждал, пока Дима Билан уйдет со сцены. Когда на следующий день взорвалось, люди начали подписывать электронную петицию, принесите извинения, руководство города, принесите нам извинения, мы не хотим сплотить свои деньги и смотреть на чертова быдла в наркотическом угаре, который выделывается на сцене, когда мои дети смотрят на это черти что представление. Я так понимаю, прилетело ему хорошо, я думаю, никакой гонорар ему за такое не заплатили, у меня ощущение, что у Яны очень сильно сжался ее процелановый зад, потому что не вовремя решил Билан накачать себя наркотой, чтобы выйти публично на сцену. Что происходит дальше? Сначала молчание от самой Яны и от ее ручного Билана, потом появляется целое пятиминутное видео в его инстаграме, где он пытается объяснить, что конкретно произошло в Самаре. Я не буду эту пятиминутную тягомотину ставить ни как Гуфовскую, ни как Билановскую, слишком много чести. Я оставлю ссылочки, которые я найду на ютубе, можете посмотреть. Но смысл в чем? Он сидит и начинает врать публике. Кто смотрел последнее выступление Эми Уайнхаус? Последнее известное выступление перед ее смертью, когда она выступала в Белграде. Человек был действительно пьяный. И вы можете понять, когда человек пьяный и когда человек не пьяный. Начинаем разбирать мысли, которые пытается донести нам Билан. Во-первых, он говорит, я приехал в Самару, зашел в гримерку и встретил своих друзей, которые налили мне рюмку коньяка, из которыми я сидел, бухал этот коньяк и перебрал этот коньяк перед выходом на сцену. Серьезно? Дим, друзья в Самаре, ты заходишь в гримерку и там сидят твои друзья в Самаре. Какие друзья? Какие друзья у тебя есть в гримерке в Самаре? Это вот логичный вопрос сразу. Ты приехал в Самару просто отработать концерт. Какие конкретно друзья напоили тебя в твоей гримерке в Самаре? Бред продолжается. Я перебрал коньяка и поэтому не смог отработать концерт. Во-первых, тебе платят бешеные деньги, незаслуженные деньги, особенно при таком отношении к публике. Есть звезды, которые относятся ответственно к своей профессии, к своей работе. Выйти на сцену, спеть песню, за которую тебе платят бешеные деньги, это твоя работа. Ну придержи свой нос, ну несуй ты фен себе в рот. Ну подожди полтора часа до окончания концерта, если ты без этого жить не можешь. Но какое неуважение нужно иметь к сотням людей, которые пришли послушать твой концерт, когда ты выходишь накачанный и чем угодно, но только не коньяком и только не пивом. Человек выходит со стеклянными глазами в невменяемое состояние. Ребят, я оставлю ссылку, вы посмотрите. Человек в невменяемом состоянии. Человек обдолбанный тяжелой наркотой. И продолжается этот феерический бред. Я за ЗОЖ. Я ем каждые три часа. У меня есть свой диетолог. Во-первых, дорогой мой Дима, хотя я в это и не верю, но даже если у тебя есть свой диетолог, ин еще никто не отменял. Ведь правда же, можно есть и каждые три часа, при этом занюхивая это все хорошей, красивой дорожкой колумбийского. Ведь правда же, Дим, вот на кого у меня есть инсайт, так это на Диму Билана. Просто рвется у меня из груди рассказать все, что я знаю про Диму Билана. Нет там никакого здорового образа жизни, а проблемы со здоровьем там совсем не потому, что проблемы с мочевым пузырем и пищеварительной системой. Но вот даже рядом это все не валялось. И на наркоте мы тяжело сидим не потому, что жизнь удалась и это стало доступно, а потому, что сложно жить с самим собой. Это вот такая небольшая информация про жизнь Димы Билана. И начинается. Мы подарим игровую площадку, мы в поликлинику там детскую принесем специальный аппарат для исследований детей. Вы слышите, какие жесты? Мы дадим бесплатный концерт всем самарчанам, и я буду стоять на сцене бесплатно, в очень хорошем состоянии. Это реально его слова в его инстаграме сейчас. Я буду стоять совершенно трезвый, как стеклышко. Я посмотрю вам в глаза. Мне так совестно. Что тебе совестно? Моя умная мама всегда говорит, первую рюмку любой алкоголик подносит к рту трезвой. Ты сам понимаешь такие ужасные решения, которые в сухом остатке могут просто закопать твою карьеру. Я думаю, Яна, бедная, бегая сейчас в холодном поту, давайте сейчас и детям подарим медицинское оборудование. Вы только прислушайтесь к абсурду ситуации. 2019 год. Певец вышел на сцену под тяжелыми наркотиками, чтобы загладить вину, он публично говорит, я подарю исследовательскому медицинскому центру аппарат. Неужели столько стоит сейчас на кону? Неужели настолько Яне на реалити-шоу Собчак важно самой Яне? Откуда такие широкие жесты? Откуда? У меня здесь даже вопрос не просто, я принес извинения, я перебрал коньяку. Откуда такие широкие жесты? Зачем детская площадка, медицинский аппарат, который стоит вообще хрен знает сколько, и бесплатный концерт в Самаре? Идея, наверное, самая реалистичная, что может быть. Первая мысль, откуда такой широкий жест? Наверное, слишком много было инвестировано в это дурацкое реалити-шоу, которое стартует в октябре, которое сейчас снимает Собчак. Видимо, у всех по хребту пробежала такая, знаете, хорошая тема из-за мурашек, когда они увидели свое ручное чучело, ноль уважения к людям, к которым ты выходишь, и которые чуть не проколол им весь их проект. Я уверен, весь этот проект Яны будет один огромный испанский стыд. Я думаю, если пойдет первый сезон полностью, хотя бы, отснятый, это будет просто рекорд, потому что, если честно, я думаю, эта тема должна закрыться сразу, как откроется, а еще лучше вообще не открываться. Никому не интересно смотреть на Яну, на ее фигуриста, который сидит на пенсии, на ее гном-гномоча, и, о боже мой, ее ручную звезду, которая вечно в наркотическом угале. Какой испанский стыд, дорогие мои сплетники, я просто был сейчас в шоке. Нету ни ярости, ни разочарования, потому что ты от таких людей такого поведения ожидаешь. Люди настолько себя зарекомендовали с только безобразной стороны, что ты ни от Тимати, ни от Гуфа, и уж тем более ни от Билана с Яной Рудковской. Ты не ожидаешь ничего адекватного, красивого, того, что может вдохновлять. Деградация. Вот деградация, и смотрят на это не только вот мы, взрослые, которые можем принимать какие-то серьезные, здравые решения. Дети, которые смотрят на этого чертова клоуна, который не понимает, где он, Самара, или это Москва, или он у себя в туалете, что у него в руке, это микрофон, или это палка для собаки, которую он кидает на пол. Человек невменяемый, и это страшно. Есть этого Мамонтова, вроде бы, документальное кино про солевую эпидемию, да, или крокодил, как это называют, про наркоту, вот эту подворотную, да, где самые опустившиеся люди, вот, там, без трусов валяются на земле, там, что-то ползают. Вот это был Дима Билан в Сомали. Выступление. Вверх. Девки, парни, стоим на пороге кучи-кучи свежих и очень-очень сочных сплетен, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Видео у меня выходит на канале каждый день, без исключения. Ребят, огромное спасибо, что моя семья сплетников растет и не задумывает останавливаться. Ребят, помните, мы те красавчики, не то, что мы любим возиться в грязном белье, а мы просто очень любим правду. Поэтому мы страшные люди для кого-то. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нас сплетников много никогда не бывает. Увидимся завтра, как каждый день. Всем пока.